Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров и сегодня мы отправляемся на онлайн-олимпиаду. Посмотрим партии 4-го дивизиона, обсудим турнирное положение, формат, расписание, ну и все остальное. Итак, вперед! Итак, в течение трех дней велись битвы в 4-м дивизионе. Напомню, что в 4-м дивизионе участвовало также 50 команд и была нешуточная борьба, особенно в последнем пуле. В итоге 50 команд были разбиты на 5 пулов, так называемых, по 10 в каждом. И они разыгрывали 3 путевки в 3-й дивизион. Вот, кстати, сразу вам покажу расписание. Расписание, в принципе, следующее. И мы видим, что 3-й дивизион стартует уже совсем скоро, 7-го августа. А там буквально через 2 недели уже и главный дивизион. Формат у нас достаточно простой. То есть формат, как мы видим, 8 команд играют матчи из двух партий на каждой доске. Но это была квалификация, соответственно, четвертьфинал, полуфинал и финал. В принципе, здесь все достаточно просто и понятно. Сама Олимпиада представляет собой, я напомню для тех, кто не знает, это участие 163 сборных, 5 дивизионов. Да, и достаточно интересно в каждом часовом поясе. В каждом матче может играть 6 человек. 6 досок играет. И играют все по округу. После чего 3 сильнейшие команды выходят из группы и борются дальше. Борются далее. Четвертый дивизион состоял из следующих команд. Я вот сейчас вам, сейчас у вас на экранах. Это страны достаточно экзотические. Напомню, что к ним из квалификации присоединились 12. Который обзор вы можете посмотреть неделю назад, который проходил, также был осуществлен. И, в общем-то, вся борьба идет за то, чтобы выйти в главный дивизион, который стартует 21 августа. На днем, естественно, у нас будет участвовать наша сборная. Сборная России, которая достаточно представительный состав имеет. Ну и, конечно, ведущие страны мира. Шахматные державы. Китай, США, Украина, Индия. Ну, сюда, конечно же, надо также отнести Армению, Азербайджан. Думаю, как-то так. Ну, в общем, вперед. Смотрим партии. Итак, сейчас у нас первая партия. И вот пул А, в котором первое место заняла сборная Гонконга. Значит, мы посмотрим сейчас одну из партий. И как раз представители, представительницы Гонконга, Денин Кристалл. Которая набрала 9 из 9 на своей доске. И играла нам против шахматистки из Таиланда. Итак, Таиланд тем временем занял второе место. И третью путевку завоевал сборная Тайпея. Итак, смотрим партию. Здесь 4, Д5. Здесь у нас была достаточно стандартная игра для ферзевого гамбита. Вот слон Ж5 достаточно часто играет даже на высоком уровне. Идея в том, чтобы коня при случае даже на Д2 выводить. Но вот переход был осуществлен. Так называемые какие-то славяно-кембридж-спринтские варианты. После коня Д7 получился достаточно стандартный выход. Ферзевый гамбит. Черный маг здесь сыграть. Ферзь А5 перевалит как раз кембридж. Или вот сыграть А6. А6 в таких позициях полезно, но не всегда. В общем, так или иначе здесь не самое главное. Мы просто посмотрим, как складывали здесь партии. Слон бьет Е7. Здесь не самый лучший ход. Обычно слонов лучше сохранять побольше здесь лишних фигур. Легких фигур, прошу прощения. И вот возникла следующая структура. СД, СД, ЕД. Но вместо СД Е4 было более амбициозно. СД, ЕД. В принципе, у черных сейчас достаточно комфортная игра. То есть они сейчас могут расположить коня на Д6. Впоследствии оккупировать поле Е4. Ну вот, посмотрим, что произошло дальше. А дальше белые начали играть по центру, владя Е1. В принципе, можно было также запускать пешку Б, пытаясь организовать, соответственно, такое пешное уменьшинство. Но сложилось, как сложилось. Итак, вот постепенно партия перетекла в такое вот русло. Белые делают все правильно. Не так давно, кстати, в подобной же структуре Магдус Карлсон на турнире Легенд кого-то обыграл. И вот так же ты можешь посмотреть. И, в общем, здесь, смотрите, белые провели Е4, а черные провели С5. В целом, позиция обострилась. И, наверное, в этой позиции белые могли что-то другое предпринять. Но после хода коня Ф3, взятие, взятие. И, казалось бы, черные контролируют полностью игру. Так как поле Е5 слишком слабое. С другой стороны, у белых также хороши фигуры в центре. Позиция достаточно непросто оценить. Она игровая. И каждый может найти свои плюсы в этой позиции. Ферзь Д8. Ладья Д1. Белые сконцентрируют фигуры в центре. Конь Е5. И слон Е2. В общем, очень аккуратно шла игра. И вот черные решили повторить позицию. Но Деньин взяла ножи 4 после взятия. Коль сыграла конь Ф3. Ну и позиция. Опять-таки мы видим, что есть определенный рентген. И черным надо решать ситуацию, что делать. Может быть, уводить ферзя на Б8. Может быть, укрепляться в центре ходом ладья Е6. Но последовал второсортный ход сломбит Ф3. Который позволил белым не только укрепить центр. Но и теперь у них еще открывается линия Ж. Для возможных атакующих действий. В общем, такая достаточно серьезная неточность со стороны черных. Потому что никто даже не предлагал вот это вот взять и осуществить этот размер. Никто не гнался за этим слоном. Итак, ну последовал шаг. И вот Ферзь Ж2. Белые сделали ход Ферзь Ж2. Хотя казалось, что король Аш1 более амбициозно. В целом, наверное, так оно и есть. Ну и такой вот Эншпиль возник. Который, естественно, в пользу белых. У белых здесь очень приятная... Приятная вообще ситуация. Для того, чтобы организовывать неприятности черным. Здесь грозит как переход в ладей на Эншпиль, так и просто усиление... Белый мог просто усиливать позицию по линии D. Ну вот последовала такая вот неспешная игра. То есть такая конь Ф6. Взятие, взятие. И вот после такого размена, которое, в общем-то, казалось критичным для черных, белые здесь намертво захватили инициативу. И здесь, конечно, можно было сыграть поаккуратнее. Можно было предварительно подвести короля. И, наверное, это было более четко. Затем поставить пешку на Б4, ладью на Ц5. И атаковать вот эти все слабости, которые, в общем-то, у черных присутствуют. И по большому счету позиция черных должна быть тяжелой. Но последовало достаточно примитивно. И, с другой стороны, достаточно прямое такое нападение. Прямые размены. И черные предложили перейти в пешечное окончание, которое оказалось для них проигранное. Вот мы видим, что черным здесь тяжело. Наступают моменты для Цукцвангов. И приходится черным уже прощаться со слабостью на Ф5. Конечно, опытные, более опытные шахматисты здесь сыграет Е5. После чего у черных просто заканчиваются ходы. И затем просто съедаются все пешки на автомате на Х5, Х4. Но последовало, прошу прощения, ну последовал ход Е5. Ну и в дальнейшем белые достаточно легко выиграли. В этой позиции после взятия просто прошли королем к пешке Б6 и провели свою пешку. Ну что же, вот такая была партия между ведущими, между командами, которые заняли первое и второе место. И поздравим представительницу Гонконга. Второй пул, пул Б, в котором также серьезные принимали участие шахматисты. И пул Б состоял из команд различного формата. В том числе, я в конце вам покажу как раз расположение команд. В том числе играли сборные Сирии, Мальты, Мозамбика. Но тут, к примеру, та же команда Катар, она не попала даже в тройку. О чем, в общем-то, мы говорили. Итак, опять-таки отмечу, что в этом дивизионе немалую роль сыграли девушки. Они буквально тянули свои команды. И что в дивизионе А, что в дивизионе Б, что в С. В общем, в каждой, точнее не в дивизионе, а в этих полах, прошу прощения, находились девушки, которые тащат свои команды. В общем, как будто наши русские девушки, которые коня на скаку остановят. Ну и вот в турнире в пуле Б, прошу прощения, опять-таки, принимал участие достаточно известный человек, кафедэмастер и, как я понимаю, меценат Джеффри Борг. Известный всем по созданию команды, команды, компании Агон. Итак, значит, ну тут как раз можем посмотреть его партию. Значит, Джеффри набрал 6 очков из 9. Ну а лучший результат в третьей команде, которая вырвала путевку в 3-й дивизион, был мозамбикский фидемастер Паева Дональдо. Он набрал 7,5 очков. Итак, здесь страны индейской защиты, вариант 4-х пешек, который нечастый гость на турнирах. Ну вот, периодически этим дебютом этой системы можно достаточно серьезно удивить и поставить вопросы перед вашим противником. Ну, чаще здесь белые играют Д5, с последующим слон Е2 и Е5. То есть, здесь же был сделан такой спокойный ход ДЦ. Ну, не менее, в принципе, идеи. Ферзь Е2 и конь С6. Обычно все-таки стараются черные поменять слона на коня с целью захвата поля Д4. В этой партии поставил ход конь С6 сразу. И вот после ферзь А5, рокировка, конь же 4 был сделан ход. В принципе, вот вместо рокировки более, может быть, аккуратный есть ход Х3, который ограничивает вообще подвижность черных. Но, так или иначе, то, что было, то и было. И после хода слон Д2, здесь, в общем, черные пытались как-то использовать какие-то мотивы. Но брать на Б2 крайне опасно из-за ладья Б1. То есть, например, какие-то такие вот варианты после ферзь А3. Белые могут сыграть конь Д5 с достаточно интересной инициативой. Хотя, ну, мы видим, что ферзь в некотором таком замешательстве на фланге находится. И можно какие-то проблемы, безусловно, ему поставить. Но, вполне возможно, надо было проявлять черную принципиальность. И черные так не сыграли. Они сыграли Е6, а этот ход оказался очень плохим. То есть, мало того, что ослабляется пешка Д6. Более того, слон теперь на С8 вне игры. Ну, и вообще, вся игра черных, она теперь становится достаточно неуклюжей. Аш3, ушел конь, слон Е3. Белые расставились более чем надежно и просто поставили ладью на Д1. То есть, три подряд хода, по сути дела, приковали черных, приговорили их к тяжелейшей защите. После чего, ну, в принципе, партия носила такой достаточно стандартный характер. Для таких вот позиций, где белые просто обладают и центром, и простой, в общем-то, игрой. Черным же надо придумать какие-то сложные мотивы. И после некоторых продолжений белые отъели свою важную пешку. Ну, и дальше, в общем-то, перевели партию в техническое русло и легко выиграли. Перейдем к следующей партии. Партия Пула-Ц, где блистала красавица Елена Некрасова, которая представляла сборную Либанона. Либанон, о котором я говорил в квалификации, мне очень понравился, во-первых, состав и команда. Я сказал, что команда крайне крепкая, я уверен, что они еще покажут свои силы и в четвертом дивизионе. Но так оно и случилось. Команда Либанона заняла второе место и воевала путевку в третьей дивизионе. Ну, а первенствовала в пулице сборная Мавритании. И, в общем-то, лидеры команд Мавритании, то есть, сыграли достаточно неплохо. Особенно первый Даскаби, и здесь сиди с половиной очков. Опять-таки, девушки рулят. Итак, смотрим партию Елены. Я прошу прощения, включил не ту партию. Да, Елена Некрасова играла против, значит, Аль Гафри. Аль Гафри представляла, по-моему, сборную Нигерии, если не ошибаюсь. И после Е4-Ц6 получилась достаточно стандартная для каракана структура. Ну, или перевернутый карлсбат, его еще иногда называют. Разменный вариант, который, ну, достаточно ядовит. Периодически вы можете увидеть варианты на топ-уровне. В целом, игра белых крайне проста. Они контролируют поле Е5. Ну, и, в общем-то, контролируют здесь много очень полей по центру. Ход слон Ж4, то есть, это теоретическая линия. Ну, вот здесь очень быстро черные попали в неприятное положение. Хотя ничего это не предвещало. Конь Ф3. Ну, и в этой позиции обычной игрой считается... Обычным ходом, да, считается либо взятие на Ф3, либо ход слон Д6. Ну, последовал бы такой мягкий ход слон Е7. После чего белые сделали ход конь Е5 и заставили черных ошибиться. Конь бьет Е5, это решающая ошибка в партии, которая, в общем-то, стоила целого очка в таблице. Безусловно, черным стоило возвращаться на Ферзио на Ц8 и стоять чуть похуже. Но после взятия ДЕ выясняется, что черным не хватает времени на то, чтобы сделать рокировку и убрать коня одновременно. И попытались спрятать коня, но остались без Ферзя. И таким вот образом Елена выиграла партию. И, как я сказал, набрала 8 очков из 9. Женский федер-мастер Некрасова Елена, представитель Либанона. Итак, ну а команда Нигерия, которая заняла третье место в этом пуле. Очень плотная команда. Без какого-то явного лидера. Играли достаточно крепко, надежно. И в целом результаты их на каждой из досок были достаточно хорошими. То есть там плюс один, плюс два они имели практически на каждой доске. Очень интересная команда. В пуле Д. В пуле Д. Пул Д состоял тоже из, как я сказал, интересных команд. Любой здесь из пулов был насыщен такими экзотическими командами. Но вот первенствовал в пуле Д очень плотная команда из сборной Ангулы. Как я помню, Василий Папин, гроссмейстер Василий Папин, привет. Значит, передавал различные истории с этой интересной страны. Он там был. Вполне возможно, и тренировал. Ну и, в общем-то, результаты, пожалуйста, не заставили себя ждать. Сборная Ангулы завоевала первое место в четвертом дивизионе. Что, безусловно, здорово. Очень хорошая команда. Ну а вот сборная Суринама вытащила сборную Суринама девушки, три сестры, точнее, семейства Каслан. Катерина, Александра и Виктория, по-моему. Я даже посмотрел. И каждая из них набрала достаточно немало очков. И вот одну из партий мы можем посмотреть. Если бы я был султан, как говорится, я бы сказал, что Каслан, Катерина точно не звездборная Суринама, а ближе, наверное, к каким-то нашим странам. Итак, тем более по постановке мы видим постановка более чем гроссмейстерская. Ну вот у Катерины Каслан рейтинг 1800. И, в общем-то, видно, что рука набита на структуры, на позиции. Итак, в общем, белые делают все, что здесь необходимо. И черные уже зевали пешку. Но на самом деле зевок кажется, что зевали. На самом деле пешка на 6 здесь, по большому счету, не так важна. Потому как после взятия черные дают шаг и съедают пешку на Б2. Поэтому такой, в общем-то, обманчивый момент для белых. И, в общем-то, ладья Б1. Ну, в таких позициях можно играть и ладья С1, А или Ф с последующей идеей захода каньона Д5. Ну, последовал ход ладья Б1, король А7, Б4. Один из возможных планов. Захват пространства на ферзевом фланге. Так как белые контролируют уже и центр. И мы видим такое, в общем-то, неприятное уже положение для черных. Стоило попробовать сыграть конь Е5, то есть создать некоторые вопросы пешки С4. Но последовал очень пассивный ход А6. И после ладьев С1 белые на мертвую позицию схватили. Б6 и последовал ход конь Д5. В общем-то, очень все просто. Белые делали просто и понятно. Съели пешку. Вернулись обратно. То есть, образцово-показательная партия для системы Мороцци. Так называется эта структура. И дальше очень аккуратно игрой. Обратите внимание на ход ладья Д1. То есть, белый готовит ход С5. И впоследствии все-таки решили Б5 провести. Таким образом, контроль над доской был достаточно на высоком уровне. Ну и дальше, в общем-то, все. Белые съели. Очень хорошая партия. Мы видим без каких-либо шансов. И вот, наверное, на виду также, да, забыл сказать, что Пуэрто-Рико, команда Пуэрто-Рико заняла третье место в этом дивизионе. И также вышла в третий дивизион, который буквально на днях уже с 7-го числа стартует. И последний пул, Пул Е, в котором была самая, наверное, интересная борьба. Борьба титаническая, особенно между командами Ямайкой и Триниданом Томбагом. Борьба за третье место совершенно невероятная. И, ну да, если смотреть на другие пулы, борьба была достаточно ровной. Три команды все-таки выделялись из всех остальных. То вот в этом дивизионе этих команд было 4. И команда Тринидада и Томбага, выиграв даже, выиграв личную встречу у Ямайки, все-таки не хватило им полтора очка в общем зачете. А считается именно дополнительный показатель общее количество очков. К сожалению, не смогла пробиться в третий дивизион. Ну, а примечательно тем, этот пул примечательен тем, что я знаю даже одного из лучших игроков сборной Никарагуы. Он с ним виделся однажды. Мы с ним общались. Очень хороший парень. Он как раз представлял, возглавлял команду Никарагуа. Фидемастер Альфредо Вильям. Помнится, мы с ним в свое время обменялись даже майками, как настоящие футболисты после партии. И он был очень доволен. Так что я передаю вам тот же привет. И в общем-то желаю успеха. Итак, партия как раз-таки его против шахматиста из Ямайки, по-моему. Да, из Ямайки против Брауна. И следующая партия состоялась. Страдийская защита. Это вариант с Е5, классический H3. То есть теорию в Никарагуа знают также неплохо. А6. Очень острый вариант. И спокойный ход ДЕ. Ну, про ДЕ говорить пока слишком много не буду. Но ход ДЕ возможен. Конь Е5. Взяли-взяли. И произошел достаточно быстрый переход в такой вот Эншпиль. Где пешка на А6, как ни странно, периодически имеет свои, скажем так, недостатки. То есть, в частности, белые делают ставку на поле Д5. А для того, чтобы это поле защитить, надо играть С6. В этом случае поле Б6 будет слабым. Ну и забегая вперед, так, в принципе, в партии случилось. То есть, черные сыграли ладья Д4. Более аккуратно было сделать ход ладья Е8. Или ладья даже Ф8. Периодически можно увидеть в страны индейской защите. Но ладья Д4, в общем-то, тоже очень крепко, очень надежно. Очень стандартно. Б3. И вот начало неверного плана. Конь пошел на Е8. Позволил Вильяму пойти конь Д5. И у черных появились проблемы с ладьей на Д4. Во-первых, возникает первая идея захвата этой ладьи в плен. Ну и вот попытались как-то черные ее освободить. После хода ладья С1 угрозы возобновились. И вот после С6, конь Б6. Обратите внимание, вот это поле как раз-таки на Б6 оказалось для черных критичным. И висит ладья со слоном. Приходится играть ладья Б8, чтобы не потерять слона. Но теперь приходит беда с другой стороны. Слонов 4. И после хода единственного хода на Д6, белые играют С5 и выигрывают фигуру. Ну вот, в общем-то, такие вот партии сложились. Очень интересные. И как раз-таки я сейчас вам покажу вот эти вот стендинги. Опять-таки, вот мы сейчас перейдем опять-таки посмотреть на топ-дивизион. Главный дивизион, точнее, за который, за выход в который борются все команды. Ну а вот сейчас я переключу вам общую картину, чтобы посмотреть, вот, значит, это у нас первый дивизион. Первый дивизион у нас в следующий. В следующий вот Гонконг, где первенствовал Таиланд и Тайпэй. У нас обстановка была, где мы видим, что матчевые очки. ТБ-1 это матчевые очки. Заказы победы в матче даются 2 очка. То есть, все матчи выиграл Гонконг. Таиланд стал вторым. И Тайпэй третьим. Соответственно, далее... Я прошу прощения. Далее у нас... У нас Пул-Б. Пул-Б. Пул-Б у нас следующий. Серия первая. Мальта-Мозамбик. Мы видим также, серия проиграла Мозамбику. Но, тем не менее, стала первой. Катар на четвертом месте. И далее, соответственно... Далее у нас... Команды Пул-Ц. В Пул-Ц. Мавритания. Блибану на Нигерии. Здесь мы также видим, что Эфиопия, которая представляла четвертую... Ну, которая боролась за... Также за путевку стала четвертой. Слишком большой все-таки отрыв. И мне удалось навязать какую-то борьбу. Мы видим также экзотические страны, которых, наверное, многие даже и не слышали. Такие, как Эс-Ватине. Я, к примеру, вообще первый раз, по-моему, слышал о такой стране. Ну, и, в общем-то, такие вот, как Лесо-Тамалави. Это, безусловно, интересные экзотические страны. И также мы переходим еще посмотреть за командами, пока вы видите еще раз на ваших экранах интересные страны. Знакомитесь с их флагами. Я хочу показать стендинг Пула Д. Ну, а Пул-Д у нас был следующим. Пул-Д. Мы видим, что сборная Палестина не смогла побороться за третье место. Так же, как и Антилы, Голландские Незвеланс Антилс. Да, ну и Гаити с Ганой также отстали от лидеров. Ну, а сборная Либерия все-таки завоевала очко турнирное, сыграв в ничью с крепкой сборной. Ну, и по завершающей, завершающей, как раз-таки, Пул-Е, которым мы сейчас остановимся. Это Микарагуа, Лендурас и Ямайка. Ну, и вот мы видим, что Тринедат и Табага отстал буквально на полтора очка по дополнительным показателям, по общему количеству очков. Ну, вот им не удалось хорошую борьбу провести с Никарагуа. Мы видим в первом туре, точнее, со слидером они взяли всего лишь пол очка. И вполне возможно, именно этих очков им и не хватило. Ну, вот в целом, в целом, такая вот обстановка в турнире. Совсем скоро, совсем скоро у нас состоится, вот я про списание, опять-таки, возвращаюсь. Третий дивизион, в котором также 35 команд уже ждали эти 15, которые квалифицировались. И 50 команд, опять-таки, будут разыгрывать путевки во второй дивизион. Ну, такая вот обстановка, друзья, очень интересная была. Надеюсь, вам понравился обзор и ждем вас снова. Смотрим за Олимпиадой, болеем за наших, болеем за экзотические страны, ну и просто играем в шахматы. Всем желаю успеха, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok